Доброе утро, с вами брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Олег Крот. Я представляю ваше внимание брифинг ставки сделанных. Сегодня наш брифинг пройдет в немного необычном формате. Квику надоела такая ситуация на рынке, когда нет никакого движения. И Q7 с утра у меня не работает, поэтому буду рассказывать словами, соответственно все уровни тоже словами говорить. Вчера в принципе на нашем российском рынке ничего серьезного не изменилось, то есть рынок остался в коридоре, так же как и американский рынок. Начнем с американского. Как вы помните, вчера я показывал картинку, кстати с ней здесь все нормально, давайте я американский рынок покажу. эту картинку, где был боковик, потом вынос шартов и после выноса шартов не произошел боковик. Но мы видим, что здесь не произошел пробой уровень 1390, о котором вчера говорили, и соответственно рынок остается в восходящем тренде. Играть от шарта или там в данном случае стоит только если произойдет пробой 1390 внец. Почему такой боковик на американском рынке? Ну и ситуация похожая на наш рынок тоже, в пятницу у них будет экспирация опционов. Поэтому рынок удерживает на этих уровнях, не дает ему куда-то сильно выйти с текущего значения. Объемы здесь тоже, как мы видим, небольшие. Поэтому, думаю, какие-то серьезные движения могут начаться уже со следующей недели, но может там в пятницу что-то произойдет. Так, ну к нашему российскому рынку. Кстати, по нефти, да, нефть, евро и золото там все по-старому. По нефти жду, что на этих уровнях плюс-минус будем торговаться. По евро там больше все-таки как-то либо от шарта внутри дня, либо ничего не делать. Ну и по золоту старый боковик в обиде 3640 будет говорить о том, что наверх тренд изменился. Сегодня с утра Винзимбао сказал, что возможно, что они продолжат стимулирующие меры. То есть словесные интервенции со стороны Китая уже начались и на этом мы сегодня с утра подрастаем. Сегодня также выходит там блок статистики довольно серьезный, но по большому значению, я думаю, что рынок останется в этом коридоре. Такого серьезного движения не будет. Что касается нашего рынка. Наш российский рынок остается в своем коридоре. Коридор старый. Вчера как раз мы тему обсуждали, что коридор 1430-1460 по МВД у нас. И этот коридор вчера сохранился. То есть не пробили мы вниз эти 1430. Хотя падение шло при, в принципе, более-менее стабильном S&P и нефти. Одна из причин падения это проблемы с ликвидностью у нас на российском рынке. В августе эти проблемы будут периодически возникать. И это будет приводить к таким вот откатам, которые мы видели вчера. Но в целом, пока мы не прошли ниже 1430 по МВД, какого-то серьезного риска для тренда восходящего нет. И позиции, которые мы говорили, они удерживаются в определенных акциях. Ну, к акциям сейчас перейду и расскажу. По Газпрому долгосрочные позиции по-прежнему в лонгах. Стопы, если будем пробивать 150 вниз, то здесь все по-старому. По Сберу пока без позиции, потому что Сбер движется в коридоре. Но вчера он к нижней границе пытался подойти. От нее сейчас опять идет к верхней, к уровню 95. По Нарникеле мы ничего не делаем. Если бы тренд у нас готовился или были причины для похода вниз, это был бы идеальный кандидат на шорт. Но так как рынок карабкается наверх, то здесь пока без позиции. По Лукойлу вчера рынок оттестировал еще раз уровень 1850, но не пробил его. Поэтому лонгейс остается, стоп не вышибло. По Роснефти сработал стоп в районе 202, но стоп был мизерный, там меньше процента. Поэтому ничего страшного. И сейчас Роснефть опять вошла в свой коридор. Ну и пока есть ничего интересного нет. По ВТБ тоже среднесрочные позиции в лонгах. Там стоп ниже 5.40. Краткосрочно пока есть ничего делать не рекомендую. Ну и фьючерс РТС. По фьючерс РТС вчера еще раз оттестировали зону 140-141. Вчера была экспирация опционов. Довольно серьезные объемы были сосредоточены в 140 страйке. Поэтому была попытка к этому уровню потащить котировки. Но как только опционы экспирировались, сразу же произошел вынос обратно в середину диапазона. Диапазон на 140-145, то есть в середину в районе 143, где мы сейчас находимся. Многие считают, что после экспирации сразу же на следующий день может пойти какое-то серьезное движение. Я думаю, что скорее всего движение все-таки произойдет, когда проэкспирируются опционы в Америке, то есть в пятницу. Ну а сейчас пока продолжаем торговаться в этом диапазоне. Ну понятно, что позиции, которые 140-141 были, их надо удерживать. Потому что в целом настрой пока наверх. Новых позиций сейчас я бы не открывал. В втором эшелоне по-прежнему там в лангах акция МРСК, НОВК и НОВАТЕК. Но тоже больше ничего интересного нет. И по рублю-доллару, ну сами видите, как его пилят пока. То есть мелкие движения довольно-таки вверх-вниз, какого-то направленного тренда нет. Поэтому мы здесь пока ничего не делаем. Так, ну вот в принципе и все. Стола не видно по той причине, что Алекс может тоже присоединился. У меня сегодня с Квиком проблема небольшая с утра. Поэтому показывать там, собственно говоря, нечего. Потому что там сегодняшнего дня нет и вчерашний тоже пропал. Так, ну вот и все. До свидания, удачных трейдов, до завтра. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова